Уважаемый господин президент, уважаемые коллеги, рад возможности вместе с нашим другом, с господином Эрдоганом, вновь встретиться с ведущими представителями деловых кругов России и Турции. Только что на заседании Совета сотрудничества высшего уровня мы предметно рассмотрели актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая, разумеется, и экономическое взаимодействие, которое развивается весьма динамично. Отмечу, что Россия и Турция являются ключевыми торгово-инвестиционными партнёрами. Двусторонний товарооборот в прошлом году увеличился на 16%, достигнув 25,5 миллиардов долларов. Хорошие результаты демонстрирует сельское хозяйство. Объём торговли в этой сфере за 2018 год вырос на 7% до 3 миллиардов долларов. Взаимное капиталоположение составляет около 20 миллиардов долларов. Сегодня Российский фонд прямых инвестиций подпишет соглашение о создании совместной инвестплатформы с Турецким суверенным фондом объёмом в 1 миллиард долларов для вложения средств в перспективные отрасли экономик обеих стран. В России ценят интерес инвесторов из Турции к нашему рынку. В последние годы турецкий бизнес открыл для себя многие российские регионы – Владимирскую, Пензенскую, Калужскую области, Краснодарские и Ставропольские края. Есть потенциал для развития сотрудничества с Республикой Крым. Если свободные ниши там быстро заполняются, в том числе иностранными инвесторами, то, пожалуй, больше всего капиталов – около 2 миллиардов долларов – турецкие компании направили в экономику Татарстана, прежде всего, в особую экономическую зону Алабуга. С участием холдингов «Хаят», «Джошкуа-Кунос», группы «Шишеджам» созданы крупные даже по европейским меркам предприятия по производству стекла, пластмасс, бытовой химии. Россия и Турция тесно сотрудничают в энергетике. Флагманские совместные проекты – это газопровод «Турецкий поток» и атомная электростанция «Акуйор». Реализация этих проектов идёт в полном соответствии с утверждёнными планами. И оба объекта, я в этом абсолютно уверен, будут сданы в срок. На турецком рынке нефтепродуктов хорошо зарекомендовал себя наши компании, такие большие компании, как «Лукойл», «Роснефть». Соловые машины участвуют в модернизации турецких гидроэлектростанций. Объединённая двигательно-строительная корпорация в обеспечении надёжной работы газотранспортной инфраструктуры Турции вкладывает тоже и деньги, и большие усилия. В свою очередь, турецкие строители активно работают на российском рынке. Общий портфель реализованных ими контрактов насчитывает порядка двух тысяч, суммарной стоимостью около 70 миллиардов долларов. Компании из Турции помогали возводить объекты для Олимпийских игр 2014 года в Сочи и Чемпионата мира по футболу 2018 года. Хорошие перспективы открываются перед деловыми кругами двух стран в высоких технологиях, фармацевтике, сельскохозяйственном и транспортном машиностроении, суда и авиастроении, создании и запуске космических аппаратов. Хочу подчеркнуть, мы в России делаем и будем делать всё необходимое для того, чтобы иностранные компании, в том числе и турецкие, чувствовали себя на российском рынке максимально комфортно и безопасно, не испытывали чрезмерной административной нагрузки. И наша страна вышла уже на 31 место в рейтинге свободы ведения бизнеса Всемирного банка, поднявшись на несколько десятков позиций всего за пять лет. Позитивная динамика сохраняется по всем ключевым макроэкономическим показателям в России. В прошлом году ВВП страны прибавил 2,3%, рост промышленного производства составил почти 3%, и всё это даёт возможность иностранным компаниям в России работать стабильно, уверенно выстраивать долгосрочные планы. В рамках национальных проектов в России будут вложены сотни миллиардов долларов в развитие наиболее важных секторов экономики и социальной сферы. Их реализация откроет значительные перспективы и для зарубежного, в том числе и турецкого бизнеса. В наших интересах создать вам необходимые условия для работы, а ваше – реализовать эти проекты, извлечь прибыль, работать с прибылью. Мы будем делать всё для того, чтобы показать вам поддержку. Компании, которые вы представляете, обладают значительным практическим опытом в осуществлении крупных совместных проектов и, как полагаю, заинтересованы в наращивании торговых и инвестиционных связей. Поэтому сейчас предлагаю предметно и откровенно поговорить о вопросах, волнующих турецкое и российское бизнес-сообщество. Конечно, для нас важно услышать ваше мнение о том, какие шаги следовало бы предпринять дополнительно по государственной линии, чтобы бизнес-контакты развивались ещё интенсивнее. И, пользуясь случаем, также хотел бы пригласить предпринимателей из Турции, которые всегда были широко представлены на Петербургском экономическом форуме, и в этом году принять активное участие в его работе. Форум состоится в Петербурге 6-8 июня. Благодарю вас за внимание и с удовольствием передаю слово президенту Турецкой Республики. Дорогой друг! Уважаемый господин президент Путин, уважаемые министры, дорогие представители Турецкого и Российского делового форума, приветствую вас от всей души. Сегодня вместе с господином Путиным, как вам известно, провели восьмое заседание Совета Сотрудничества Высшего Уровня и очень рад, что имею возможность по этому поводу находиться вместе с вами здесь. Хочу пожелать, чтобы наше заседание прошло очень эффективно и на пользу. Хочу поблагодарить от своего имени, от имени всех представителей нашей страны за гостеприимство. Очень-очень большой и положительный вклад имеет расширение диалога с Россией. Еще с 90-х экономические торговые отношения стали локомотивом российско-турецких отношений. Сегодня и торговые, и экономические, и культурные во всех областях мы и на уровне между делегацией обсудили. Кроме того, мы давно вместе с господином Путиным рассматриваем идею о проведении совместной работы с деловыми кругами. Слава Богу, сегодня есть такая возможность. Нашу поддержку мы таким образом хотели бы продемонстрировать в отношении деловых кругов. Около 1300 представителей наших кругов в деловых кругах находятся здесь и укрепляют наши связи. Для того, чтобы решить все те проблемы, сначала установить, а потом их решить, мы всеми нами, нашими ведомствами будем работать. Россия находится на третьем пункте торговли в нашем государстве. Мы достигли отметки в товарообороте 26 миллиардов долларов, но, естественно, это очень маленькая доля. И в готовой продукции и фармацевтики, косметики, машиностроения и так далее, все это имеется и представлено. Даже в этих элементах, даже этих продуктов, очень-очень низкий уровень ввоза в нашу страну российских товаров. Мы с дорогим другом уже определились в качестве цели 100 миллиардов долларов. И нам нужно идти новых путей. Сегодня мы уже говорили об этом с моим другом. Всем нашим министерствам уже было дано соответствующее указание для того, чтобы повысить товарооборот с Россией. В первую очередь, это транспорт и вопрос визы. Разумеется, работа в этом плане продолжается. То, что предоставляется третьим государством по фирмам, ожидаем, чтобы было обеспечено для наших турецких фирм. С 90-х годов турецкие строители уже имеют широкое представительство здесь. 1961 проект уже осуществлены на уровне 73 миллиардов долларов. Очень широко представлено в российской экономике наше строительство. Это, естественно, вкладывает в российскую экономику. Здесь мы ожидаем, что российская пресса окажет более широкую поддержку. Таким же образом, Россия инвестировала в наше государство 10 миллиардов долларов. И в нефтехимии, и в передовых технологиях. Все это серьезным образом сказывается на турецкую экономику. Мы готовы обеспечить облегченные варианты для российских бизнесменов. Мы не рассматриваем ваши фирмы как иностранные инвестиции или российские. Мы их рассматриваем как свои собственные, наши местные фирмы. Одним из основных стержнев в экономике является сотрудничество в области энергетики. И по АЭС-АКУЮ, и турецкий поток, и голубой поток. Это стратегические моменты и долгосрочного плана. До конца года у нас цель закончить по континентальной части до конца года турецкий поток. Хотелось бы и час поскорее обеспечить обмен на уровне национальной валюте, чтобы у нас была возможность защищаться от манипуляций на рынках валютных. В вопросе обеспечения необходимых льгот мы уже готовы сделать необходимым. Здесь основное желание выслушать ваши проблемы и осуществить обмен информацией. И на этом уровне еще раз хочу поблагодарить господина президента и приветствовать всех от всей души. Субтитры создавал DimaTorzok